Говоров больше не будет. А мамой клянусь и гадам буду, что это бутон, это не аргумент. Мы потратили на это время и деньги, чтобы доказать, что это гранит, это реальный гранит. Это не гранит, это 700 километров из Асуана. Что они, дураки, что ли? А кто они? Ну, древние египтяне. А это вы считаете, что древние египтяне? А я считаю, что это 12 тысяч лет задолго до египтян. И у них перенести эту массу не было никакой проблемы. И завтра вы увидите лишний раз Лату-Гиза. Вокруг пирамиды Хефрена мостовая выложена из блоков по 100 тонн веса. Они что, больные? Или вы опять скажете, что там и отливали? Конечно, заливали. Там известняк. Давайте вот завтра возьмем эту пробу, а вы пообещаете, что дадите ее на наличь, чтобы не было защищения. Если есть граница, то он есть, известняковый. Пойдемте, чтобы... Раз, три, прием. Прикосит. Большой. Вот это было что-то большое, конечно. Тут ходит. Вот, развалена. Скала. Я, кстати, уже был пять раз, четыре раза был, уже пять раз. Ну да, я тоже был там много. Ну да, такая, такая огромная. Если бы не мусор, вообще бы замечательно было бы. Ну и известняк. Кстати, вот еще из этой же серии. Да, да, да. То есть получается, он все вдоль было туда. Никто не пытается откопать. А там просто навал камней. Вот такие же перепрытия, там где были сегодня пирамиды уноса, и вот там же внутри усеркавка. И вообще, вот... Скорее всего, взрывы защищенные. Ну не очень, потому что, скорее всего... Да, я, кто-то достал. Это взрывы мы и разрушили. Скорее всего, снаружи прилетела. Болванка. И известняковые блоки, да? А вот такие, скорее, не поняли, вот тут дальше даже... Ну да, да, да. Вот они, куски. Вот. И вот кусок разломанных. Ну и тут, наверняка, вот валяется. А назначение? Назначение. Блоки, взрывы защищенные. Машина, я об этом буду говорить завтра. Машина времени в разрезе. Хорошо. Но они не покоятся на этих основаниях, понимаете? Покоятся. Они заходят туда. Этот блок, он длиннее раза полтора. Полтора. Чем мы... То есть, еще сколько же, как минимум, туда. Блоки, реклите. А еще бывает второй уровень. То есть, иногда одного не хватает, делают еще второй такой же. Таким же, простым. Технически выполнены, очень грамотно. А стыки такие, смотрите, вот один блок в другом. То, что он так заходит, это вполне возможно при взрыве чуть-чуть сместился. А когда строили, вполне возможно, они были. Друг в другом, это не было. Вот сколачивалось. Где сколачивалось? Скол. Ну, это вполне возможно, пытались отреставрировать у вас все. Ну, идеально, как он... Понятно, что он сезаргетит. И решили оставить себя как-нибудь. А так, конечно, праздывали. Столкали сделать, что-то, ну, поняли, что не подсируют. Здесь, по концовке, целый мусор. Как это называется? Это пирамида спутница Усеркапа. Вот пирамида спутница Усеркапа там, а это маленькая спутница Усеркапа. Ну, это по вашей версии, я помню. И еще вот, типа, второй телескоп, который проводит. Здесь интересно, что середина, это не середина зона. Ну, что, и сваливаются. На самом-то, по расчеткам. А мне сюда пытались. А вот это не растут. Нет, вон там, на следу чуть-чуть может быть метр, полный. Это обычная камера, вот как мы были сейчас. Небольшая, это не растут. Прошу, да, но тут все хорошо, когда вразили. А, вот, скорцательно, смотрите, видно. Как здорово, вот завал. Перекрытие здесь совсем недевящее. Ой. Завал это уже рукотворное сделано. В общем, вот тело пирамиды был взорвлен. А может, спрятать хотели? Взорванное. Ну, это взорванное, правда. Ну, или, да, навалили. Сейчас была эта конструкция, сверх нее построили рукотворное, типа, из щебенки, а потом взорвали. Может быть. Вот. Зачем центру не между двумя камнями? Ну, почему мы сцепляли? Весенщин. Мусор, это фетиш их местный. Вот, явно. То есть, если ты смотришь, середина... Они чувствуют себя как дома везде, когда мы... Когда нас ехать на глаз. Ну, да. Это не съехать, посмотри. Вот, не сусок у нас не сухой. Да, его явно это... Скос начинается там. Да, скос начинается там. Отсюда очень хорошо видно. Там рыба с готовку. Крома очень видно. То есть, видимо, они не хотели, чтобы поровну по центру, чтобы не было трещины. Если мы будем манипадать, то мы не делаем. Вот этот блок. Вот этот блок, очень важный. Он, вообще, рисунок. Он разваловался сразу. Двинулся не только в бок, но и вниз. Вот этот вот кусок. Вот же решена. Это уже руками подрабатывали. Смотрите, вот видите, вот это вот полоска. Хотели сравнять, чтобы было красиво. Но не хватило времени денег. Вот это вот. Да, вот это вот. Это документировали, чтобы тоже сравнять. И здесь били, чтобы ну, как-то, как-то. То есть, очень похоже, что покорежила конструкцию. И ее пытались максимально восстановить. Ну, допустим, хотели сделать 10 км. То есть, здесь, получается, забивали, а вот тут пытались уже раствором. Да, выровнять. Зачем так делать? Если не может сделать, как, как делать тревоги, то есть, что-то, хотя бы, как-то отнимать. Кстати, если я просто стою, то все эти вещи иногда оплатывают. Но в прошлый раз, вот вы тоже зря здесь стоите, любой камень может посыпаться. И сами пострадаете, и ниже стоящих. Чтобы нажал, как-то просто сломано. Вот эта стена, она поджи сделана или это... Аккуратнее, давайте руки. Это изначально, а потом подалить ее подреставрировали. Явно желобок идет, кстати, под наклоном. Что тут желоб? Водоотводный или провода тут были? Кстати, профиль его округлый. Угу. То есть, он как желоб, действительно, не просто прямоугольный. Ну да, это пол был известняковый. Тоже участки базальтового пола. Получается, либо он сверху был, либо он принесенный откуда-то. Скорее всего, оттуда принесенный. Стены, которые я видел, что попала. Отдруга, до их нашли снять. Два пола отдельных на схеме изображено. Я тоже думал, что это притащили сюда. Это гранит. Все поломано. Ну да, конечно, здесь базальтовый солнечный день. Такой. Да, вроде уровень сохраненный. Это явно звезды на потолке были. Не маленький. Ну да. А? Там еще, да, это еще пока нет. А, и там еще базальт есть. Там тоже базальтовый блок. Еще вот пол. Ну, получается, да, как бы. Не маленького размера. А то что-то как-то известняк и одновременный базальт. Ребята поснимали его для своих нужд, скорее всего. Да, тут остатки. И, кстати, вон два отверстия. Ну, и все видно. Ирисочки видны. Все тут. Жалко, этого нету. Метелочки. Ну, в принципе, так все видно. Там ящерка. Ящерка? Ага. Она точно сидит, ага. Нормально. Спряталась. Значит, это она на КВД. А она высверлила. Высверлила. Тоже какая-то не то мастаба здесь, не то, что вот тут стояло. Ох, вместо дверей. А? Вместо дверей. Вход был, да? Ага. Что, по-серьезному ребята все строили? Ну, мне нравится пол. Накидали базальт. Обрезали. Обрезали сверху. По-барабану. Чем не важно, какими кусками. Толстые, толстые, тонкие, тонкие. Толстые, тонкие. а вот смотри тут интересно как обработано здесь очень гладко всего смотри вот в этом месте а там грубовато или как-то это может быть где-то что-то в земле было что-то на поверхности что разница получается похоже это земли было или знаешь непонятно как или так спиливали и вот то же самое кстати да вот 1 1 1 и и уже и уходит абразив видимо так обрабатывали под поверхность сползание такое качество в никуда так видно но полоса до где заканчивается видимо не посчитали нужным вы какой-то участок обработали остальное уже не обязательно да согласен вот в этом в этом плане здесь более чутко видно а там как-то ощущение что что-то эрозия ну вот и тем более он она еще внутри углублением это не для дверей что-то другое как бы суховая раковина или какой-нибудь волновод а там вот прям иероглиф вот на том основе нанесение картуза было любимым занятием параонов они вот находили такие без надписей и лепили своими на бесхозные после этого становилось это рамзер и данном случае у сиркафа он ответ все самые конические риски с проходом большие и конические то есть они уходят вниз уменьшением диаметра то есть это было некая похожая на трубчатую а так вот смотрите на стыке там где поверхность сохранилась и назидно недавно было молеквоз видно что это примыкание было совсем нетривиально вот вот рабочую поверхность обработана вот это между ними уступ был один угол наклона тут другой угол наклона ответный камень конечно же этот угол имел если бы мы были варварами и захотели отодвинуть один камень от другого мы увидели что там примыкание именно сложные они просто по наклонной поверхности такой без компьютера сделать нельзя еще создается ощущение что вот эти вот выемки которые периодически они могут быть тем чтобы оттуда было молеблом но возможно что это было намеренно сделать вот это а может быть элементы какой-то гигантский микросхема когда на микросхемы смотрите у вас есть вообще плата на ней отдельные элементы куда могли тогаться с отдельными свойствами какие-то ставки все вместе это работало на пирамиду вместе с пирамидой ну так совсем фантазия безусходности и невозможно понять и просто не мы довели ее до конца толпы учет сомнительно стоит пристроить сделать выбивает из общего ряда конечно осуществление осуществляется в каком-то месте могли не доглядеть а будем завтра ноги там таких вот маленький такой участочек базальтового пола ног саре она между прочим то если делали они вот подрезали с боков все-таки подрезана не просто так накладывали 1 хлопнули 2 хлопнули положили у меня здесь сквырешник что-то изделие из известняка, очень хорошая выделка, а тут известняк, что-то сделано с пазами как будто переведет на пирамидеон гранитный блок снята фасочка под углом и сам он ровненький ровненький идеальная обработка, могу даже потрогать гладенько все, как гладильная доска тоже обработанный блок очень своеобразный, здесь гладенько, а там похуже с кусочком интересно, раз такой кусочек вырезали здесь подгонки и наверное сюда чем положили, вот тоже для подгонки сделано, а здесь полукругом для подгонки, то есть ребята баловались как хотели, кстати вот тоже виток, здесь полукруги то есть когда подгоняли, им не важно было как резать, по типу полигональный получается кладка полукруга черепки тех времен, да, по-моему они нафиг никому тут не нужны, никаким археологам все батарея разрядилась но все батарея